Добрый вечер, уважаемые слушатели! В эфире Финам.ФМ. Бизнес-класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня у нас новогодняя тема. Я позволю так себе ее назвать. Мы сегодня говорим о бизнес-евент-агентстве в России. И назвали ее, естественно, тему. Романтично. Праздник как профессия. Я догадываюсь, что люди, которые грустными глазами сейчас смотрят на меня, сидя в этой студии, не воспринимают праздник как большинство обывателей. Действительно, они вынуждены в большинство из этих праздников работать. И все, что вызывают у нас с вами, уважаемые слушатели, романтические некие ассоциации, для них это обычные будни. Ну, я надеюсь, что не так печально. Я, во-первых, с удовольствием представлю моих гостей. Сегодня в студии Михаил Воронин, генеральный директор агентства «Подъежики». Добрый вечер, Миша. Добрый вечер. Александр Корнев, руководитель вент-отдела компании «Делос Эвентс». Добрый вечер, Саша. Добрый вечер, Олег. И, наконец, Валерия Гагичаева, генеральный директор компании «Рус Форум Экспо». Добрый вечер, Валерия. Здравствуйте. Я очень рад вас видеть, уважаемые мои гости. Значит, мы сегодня говорим, еще раз повторю, о вашей профессии, о том, как вы строите свой бизнес, потому что даже если она связана с эмоциями, положительными эмоциями для ваших потенциальных клиентов, для вас это действительно суровые будни. Миша, давай начнем с тебя. У тебя такой серьезный вид, и я уже говорил, да, ты генеральный директор, и забавные названия твоего агентства «Подъежики». Откуда, кстати, это взялось? Мы изначально начинали организовывать розыгрыши, подъеживали людей, поэтому мы... Подъеживали. То есть это такой сленг такой, да, профессиональный термин. Ну и, судя по всему, это вы делали удачно. То есть вы доподъеживались до такой степени, что даже создали собственные... Давно мы... Да, нам 10 лет уже. Подъеживали примерно 3 года, потом доподъеживались до корпоративных мероприятий и сконцентрировались уже на корпоративных мероприятиях последние 9 лет, на самом деле. То есть это ваша основная, да, статья дохода, что называется? Ну, Валерию мы, да... Извини, конечно, не хочу обидеть, но на закуску мне почему-то хотелось. На серп. На сладкое. Значит, Саша, два слова буквально, да? Это и руководители метандела компании. Я так понимаю, что эта компания занимается не только праздником, мероприятиями. В основном мы, конечно, организуем мероприятия в сети нашего ресторанного дома. А, то есть все-таки отсюда, наверное, да, танцевать надо? Отсюда танцевать. Делос ивентс. Ивентс английского мероприятия. Делос — это фамилия нашего создателя. То есть у вас есть некий ресторанный бизнес, да, и в какое-то время ваш создатель подумал, да, почему бы еще внутри этого дела не приглашать со стороны, да, неких подъежиков или так далее, подзайчиков, вот. Затеять это самостоятельно. Как давно вы этим занимаетесь? С 2008 года. С 2008 года. То есть у вас тоже приличный состав. Ну и, наконец, Валерия. Не грусти, пожалуйста. Наша компания работает в составе группы компаний, и мое направление — это организация деловых конгрессно-выставочных мероприятий в России. Поэтому ты такая серьезная. Видимо, да. Ну, это оправдывает во многом. Я позволю немножко отвлечься и напомнить для наших слушателей. У них есть возможность позвонить по телефону прямого эфира 6510-99-6, задать вопрос моим гостям, значит, собственные мнения какие-то озвучить или на сайте компании финам.фм задать свои вопросы и поделиться собственными мнениями. Ну и, наверное, все-таки мы сейчас будем говорить о том, что какова специфика отечественного бизнеса. Я уверен, что каждый из вас, да, вы лично или ваши структуры коммерческие, создавая вот этот, да, бизнес-процесс, наверняка ориентировались на некий западный опыт, ну, или даже, может быть, не на опыт, а на некие тенденции, которые идут в западный. Во многом ведь все-таки, да, мы признаем, что большинство того, что мы видим сейчас в российском бизнесе, это веяние, так сказать, да, неких западных процессов. Миш, вот как вы определяете для себя те шаги, да, которые, собственно, востребованы в России по сравнению с тем, что сейчас делается на Западе? Ну, самое главное, если мы говорим, я представляю корпоративный рынок и корпоративные мероприятия. Извини, пожалуйста, давайте мы, наверное, так будет проще, да, мы поделим вот эту вашу огромную поляну на несколько, да, подполян. Вот представитель, да, корпоративного бизнеса, имеется в виду, да, как это называется, мероприятие, да, которое вы проводите ежедневно, это называется... Корпоративы. О, корпоративы, я вспомнил, извини, пожалуйста. Да, Саша у нас будет представлять бизнес... В основном частный сектор. Частный сектор, да, в ресторане, никакие мероприятия для тех, кто приходит в конкретные заведения. Ну, а серьезный Валерий будет говорить о серьезном. Нас немножко на землю возвращать. Давай, о своем сегменте, конечно. Ну, на самом деле, вы сейчас очень важно сделали такой акцент, потому что одно из главных таких достижений последнего пятилетия появилась структуризация рынка. Он раньше был беспорядок. Все занимали всем. Всем, да, да. То есть я позволю, опять не хочу никого обидеть, да, изначально строится это так, да, где бы срубить бабла? Не эфирное слово, где бы заработать денег? Я это называл предпринимательский зуд. Это правильно, это правильно. Это очень правильно. Позитивный. Да, конечно. Вот у меня зудит, зудит, где бы мне денег заработать? Тем более, что, а, какие варианты? Откуда отталкиваемся? Либо близость праздника и близость какой-то конкретной площадки, да? Мы подходим к руководителю этой площадки и говорим, слушай, давай, вот у нас зудит в одном месте, вообще очень талантливые ребята, давайте мы вам что-нибудь тут замутим. Он говорит, ладно, ребята, у вас какие есть? Выходы на кого? Да на кого угодно. Все, все, как это, любой каприз за ваши деньги. Либо другое дело, да, у вас есть хороший клиент, там, заказчик имеется в виду, и под него вы уже выстраиваете то, что он хочет, опять-таки, каприз. Если брать корпоративный рынок, немножко не так это сейчас происходит, и это, опять-таки, мне кажется, большое достижение. Отталкиваются от бизнес-задач компании, от бизнес-задач генерального директора, может быть, HR-директора. Подожди, компании твоей? Нет, компании клиента. Заказчика, заказчик. Да, потому что корпоративные мероприятия – это инструмент. Нас сильно расстраивает, когда корпоративные мероприятия называют праздником. Праздник – это лишь один из возможных форматов. Причем малый, наверное, да? Малый и, на самом деле, неэффективный, потому что, когда мы говорим просто праздник, это значит, правда, пришли, там, повеселились. Да, выпили, закусили, да, потанцировали. Что неплохо. Да, безусловно. И периодически это надо делать. Да. Но важно четко понимать те бизнес-цели, которые мы ставим перед этим мероприятием. Так вот, перед нами сначала формулировать четкие бизнес-задачи, и вот под это мы уже подбираем то или иной формат мероприятия. Это может быть, там, как какое-то веселое, там, не знаю, празднование Нового года, летнее мероприятие. Это может быть какое-то командообразующее мероприятие. Это может быть деловое мероприятие. Но ключ ко всему, мы для себя сейчас структурируем вообще подход к сотрудникам, к людям, которые работают в компании. Есть базовый уровень – это желудок человека, это его заработная плата, это близость офиса. Есть мозг – это развитие человека. То есть уровень некий, да? Программа обучения, некий, там, карьерный рост. И есть сердце человека. Сердце – это та атмосфера, которая царит в компании. Это то, что… Это те линки, которые создаются между сердцем человека и брендом работодателя. И одним из мощнейших… Такие тонкие нити уже, да? Там они такие духовные какие-то. Они тонкие, но в тот момент, когда желудок уже заполнен, а мозг уже накачан, ну, если переводить это на русский язык, то, например, в крупных корпорациях, с которыми мы работаем, уровень заработных плат плюс-минус на одинаковых должностях одинаковый. Программы обучения, развития и тренинги одинаковые. И это для этих компаний становится единственным… Ну, единственное, может, очень категорично, но одним из таких очень сильных, конкурентных, возможных конкурентных преимуществ… Сердце ты имеешь в виду. Сердце. Если бренд работодателя создает с сердцем человека вот этот линк. Более того, он может создавать не только с ним, но и с его семьей. Да, да. Мы делали футбольные турниры для компаний, и человек не уходит из этой компании, потому что он не знает, как своему ребенку объяснить, что больше не будет вот этих футбольных турниров, на которых он играл в его жизни. Великолепно. Извини, Миша, мне очень понравилась вот эта твоя структуризация, да, желудок, ум и сердце. Великолепно это звучит. Это ноу-хау, собственно, или все-таки это с запада где-то вы надыбали? Это комплекс. Комплекс. Комплексный. Комплексный подход такой, да? Анализ. Наверное, все-таки с запада, потому что если было бы с российской стороны, была бы еще и душа. Ну, сердце и душа. Сердце есть душа. Я, извините, если бы это было исключительно российское, да, производство, то могла бы быть другая последовательность. Последовательность другая. А здесь все-таки, да, видно эти веяния сытого запада. Сначала желудок, потом мозг, а потом... А у нас все-таки, наверное, наоборот сначала, да, Саша? Расскажи, как у вас все это строится. У нас, на самом деле, все строится каждый раз по-разному. У нас больше, наверное, такой индивидуальный подход, потому что все зависит от заказчика. Заказчик приходит с конкретными целями, он говорит то, что он хочет, а мы уже его мечту воплощаем в реальность. Насколько возможностей у вас для того, чтобы мечты, потому что разные, я так понимаю, заказчики, или опять, если вот Мишину систематизацию, да, то есть уровень некий один, который к вам обычно... У нас возможности ровно такие, какие пожелания у заказчика. Если говорить о западных тенденциях, наверное, в нашей сфере бизнеса слово тенденции можно приравнять к слову артисты. То есть западные тенденции, это те западные артисты, которые переезжают к нам на наши мероприятия, в том числе и корпоративные. То есть тенденции, это в конечном итоге некие тенденции, связанные с уже... Ну, с новыми веяниями, так скажем, в музыке. В эстрадной музыке, да, в поп-музыке. В основном это. То есть говорить о тенденциях, ну, если у вас ресторанный бизнес, прежде всего, о тенденциях, связанных с кухней, например, да, или связанных с какими-то... Вот этими историями сложено. Это все достаточно стандартные вещи, да? Это все... Ну, это стандартно, но в нашем плане это не совсем стандартно, так как мы представляем дом высокой кухни. Ага. То есть изначально уже, да? Изначально, конечно. Человек, который приходит сюда, прекрасно знает, да, что ждать с точки зрения желудка. Конечно. Самое главное, с точки зрения сердца и души. Валерия, сожалею, да, мы будем разговаривать с тобой уже после того, как послушаем новости на Финам. А потом продолжим. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Были мы вновь в эфире. В эфире Финам.ФМ. Бизнес-класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Тема сегодняшней программы «Праздник как профессия. Ивент-агентство в России». Ну, вот Миша меня поправил, что праздник их обижает. Поэтому я ничего изменить уже не смогу. Давайте тема тем не менее звучит именно так. Но мы будем смотреть более широко на эти вещи. Потому что праздник, как выясняется сейчас, как рассказывают мне мои гости, праздник – это один практически небольшой сегмент всего этого огромного дела. Нелегкого дела. Я представлю еще раз моих гостей. Это Михаил Воронин, генеральный директор агентства «Подъежики». Александр Корнев, руководитель ветотдела компании «Делос Эвенс». И Валерия Гагичаева, генеральный директор компании «Росфорум Экспо». Я сразу прошу прощения у Валерии, потому что целых 15 минут ей пришлось сидеть и молча слушать, что говорят вокруг нее мужчины. Поэтому сейчас самое время послушать ее. Валерия, расскажи, пожалуйста, о своем бизнесе, чем занимаетесь вы. Для нашего направления деловых мероприятий продуктом является событие. И как и любой продукт, мы относимся к нему так, что он имеет свою целевую аудиторию, свой бренд, свои технологии производства. И, соответственно, для его успешного существования на рынке необходимо четко придержаться определенной маркетинговой стратегии и вырабатывать ее. И вырабатывается она совместно с заказчиком. В нашем случае это является, как правило, субъект Российской Федерации, какой-нибудь регион. И мы для себя структурируем… Извините, заказчик – регион в вашем случае. Да. То есть вы так… Деловое мероприятие, форум, например, который имеет очень много составляющих. То есть это и программная часть, содержание – это спикеры, модераторы, иностранные гости и так далее. Это и логистика, транспортная инфраструктура, гостиничная инфраструктура. Это и пригласительная компания, и пиар-компания, и рекламная компания. И все это в вашем видении. Да. Все это в нашем видении. Поэтому, как правило, это долгосрочные проекты. Они готовятся несколько месяцев, иногда даже полгода. Работа заключается в эффективном, так скажем, таком пуле заказчика и организатора. То есть невозможно здесь разделить, что мы вам отдали, вы делаете. То есть необходим диалог в ежедневном режиме, я бы даже сказала. И мы для себя их структурируем таким образом, что мероприятия такого рода делятся на цели, которые преследует регион, когда заказывают такие мероприятия. То есть у одного региона это может быть привлечение инвестиций, у другого региона это укрепление внешних и внутренних коммуникаций. И третий момент – это укрепление своего имиджа, то есть определенная позиция по отношению к федеральному центру. И в зависимости от этой идеи подбираются инструменты, которые организовывают это мероприятие. То есть если это имидж или коммуникации, то усиливается пригласительная кампания, усиливается рекламная кампания. Если это инвестиции, то усиливается GR, усиливаются какие-то другие ресурсы. GR по-русски, пожалуйста. Что это такое? Government Relations. По-русски попросил за меня. Ну это когда происходит такое государственное частное партнерство, можно сказать, когда происходит такая коммуникация совместно с государством. То есть не только коммерческая история. Понятно. Я восхищаюсь искренне, как такие хрупкие девушки занимаются огромным просто количеством дел. Я предположу, что у вас наверняка большой штат в вашей компании. Нет. У нас наоборот такая стратегия, что в штате должны быть руководители, а руководители уже привлекают к организации определенных направлений, нанимают компании. И таким образом получается очень мобильная команда, и очень гибко можно ее менять, подстраивать под разные мероприятия и очень грамотно распределять время. То есть опять зависит от того, что вы готовите. Вы обращаетесь к этой компании, к этой компании, к этой компании. Несмотря на то, что рынок перенасыщен, вроде бы как везде говорят, но тем не менее... Сейчас вот об этом, кстати, мы поговорим. Да, но тем не менее, как правило, работаешь с одними и теми же людьми и понимаешь, что не так много профессионалов и людей, которые тебя не подведут. Ну вот, вот ключевое слово здесь не так много профессионалов, потому что всего остального много, да, Миша, на этом рынке. Вот давайте поговорим о конкуренции в этом случае. И еще одна реплика у меня будет, Валерия. Это удобно, что все мы руководители. То есть подчиненных у вас нет. В этом случае понятно, что вы... Нет, подчиненные есть, просто я имею в виду, что у нас небольшой штат. То есть у нас есть подчиненные, у меня есть руководители направлений. Например, логистического центра, пиар-компании, рекламный... Но они в свою очередь тоже руководители. Они в свою очередь тоже руководители. У них есть свои штаты. Здорово. Ну так вот, друзья, давайте мы поговорим о конкуренции. Насколько вообще тесно вам в этом мире, да, в России, может быть, вы уже посматриваете на зарубеж, хотя я думаю, там тоже локтями толкаются, да. Миша, давай с вами начнем. Конкуренция серьезная. Ну, там на нашем рынке, мне кажется, 3000 компаний. Ну, их очень много. Примерно одного уровня, наверное, неправильно сказать будет, да. Ну, занимающихся одним и тем же, я имею в виду, да. Пытающихся заниматься одним и тем же. Серьезно, компании, которые делают, стабильно делают там в течение какого-то времени качественные мероприятия, по моим оценкам, их там уже 20-25 компаний есть. Это московский рынок или российский? Да, я про московский. Московский рынок. Ну, 20 компаний, наверное, не так много даже для Москвы. Не говоря уж о России, да? Ну, я говорю про вот компании, которые вот уже как-то сформировались. Там больше там трех человек. В них. В них. И они дают какое-то стабильное качество. Есть какая-то уже там наработанная база. А вот все остальное, это то, о чем мы говорили, да? Это такая вот лихие 90-е, дикий капитализм. Это собрались втроем, да? Давайте мы сейчас что-нибудь вот такое придумаем. Тут в этом, на самом деле, наверное, тоже нет ничего плохого. И, ну, так как рынок структурируется, появляются новые ниши. То есть есть там крупные корпорации, которые тратят много денег на мероприятия, они работают с крупными ивент-агенциями. Есть там малый и средний бизнес, которые тоже нуждаются в мероприятиях, но тратят меньше денег. И для них как раз, если профессиональная компания там из трех человек, ради бога. Я знаю не одну там компанию, где там работает 2-3 человека, но они реально профессионалы. То есть они востребованы тоже, да? Да, у них все. Опять мы говорим, что в этом случае мы ориентируемся на какой-то сегмент уже заказчика, да? Крупные компании обратятся, естественно, тем, кто сможет поднять этот бизнес. Саша, у вас проще все-таки опять, наверное, да? Потому что у вас есть... Да, в принципе нет, я с Мишей соглашусь в том, что рынок достаточно перенасыщен. Более того, к концу года этих компаний появляется еще больше, которые где-то примерно в январе-феврале, да, по известным причинам закрываются, опять же. Мы отработали пару-тройку мероприятий и в основном испортив их. Поэтому рынок достаточно насыщенный. И в нашей сфере, в сфере организации частных мероприятий также хватает компаний. Для нас может быть не то, что спасение, наверное, а такое подспорье для всех этих компаний-однодневок, так скажем. То, что у нас, во-первых, солидный ресторанный дом, хороший входящий трафик клиентов, ну и, собственно говоря, имя, которое не позволяет нам просто работать нехорошо. Да, это достойный ответ, действительно. Есть нечто, не позволяющее нам работать нехорошо. Это хорошо. Извините за тавтологию. Валера, а у вас конкуренция ощущается? В нашем сегменте, мне кажется, она не настолько сильно выражена, потому что все-таки, если говорить об управляющих компаниях в целом, то есть, если ты берешь одно мероприятие, полностью его делаешь. Таких компаний немного. И, тем не менее, мы стараемся, у нас вообще такая политика всех конкурентов превратить в своих партнеров. То есть, можно просто предложить им поучаствовать в твоем мероприятии, дальше они могут предложить тебе поучаствовать в их мероприятии. Таким образом, получается, нет борьбы на рынке, и все просто создают такой эффективный пул. Ну, это только ваша позиция, или вот ваши, ну, пока мы будем называть конкуренты, они тоже придерживаются такого же мнения? Ну, не могу сказать, что все придерживаются, потому что бывают и моменты, что приглашаешь компанию, да, провода потаскать, а потом делает это мероприятие сама. То есть, выводят клиентов друг к другу. Да, конечно, конечно. Экономическая целезообразность она всегда. Всегда присутствует. Она всегда на первом месте. Она всегда на первом месте. Я понял. Так, ну, Миш, я, надеюсь, не обижу ни тебя, ни Сашу, да, ни Валерию. Мы все-таки в преддверии Нового года. Давайте поговорим немножко об этом. Вообще, как складывается, да, на ваш взгляд, празднование Нового года? Стандартный такой набор опций, да, как выглядит новогодняя корпоративная вечеринка. Не покажусь оригинальным. Не надо. Действует та же, на самом деле, история с желудком, мозгом и сердцем. Я поэтому с тебя и начал, потому что я опять ты про желудок рассказываешь. Ну, на мой взгляд, просто такая хорошая метафора. Желудок накормить людей хорошо, там, мозг, это, там, логистика, гардероб, сдал, все, значит, вовремя сел, тепло. Лишних, да, никаких где было. Вот. А самое главное, это, опять-таки, сердце. Знаете, у меня основной параметр, еще вот мероприятие прошло хорошо или плохо. Вот пошли мурашки у меня во время мероприятия. У тебя. Ну, у меня, у гостей. Когда, вот. Нет, просто я так, извини, да, вызвать мурашки у гостей, наверное, проще, чем у тебя. Ты человек-то искушенный уже. Более того, ты был на репетиции этого. Ну, я не знаю, кто будет вызывать мурашки. Фокусник какой-нибудь, да? Хорошая история, она вызывает, и пять раз смотришь, она вызывает мурашки. Здесь вот Саша немножко, ну, там, готов подискутировать по поводу, там, звезд, например, иностранных. На мой взгляд, ну, я видел, там, концерты многих звезд, не все цепляют, мягко говоря. И, может быть, какой-то, у нас есть клиент, там, очень любит какие-то такие, хендмейды мы называем это, когда сотрудники сами готовят какие-то выступления. Раньше это называлось художественная самодеятельность. Капустник это называлось. Капустник, да, да, да. Это здорово. Ну, вы знаете, когда выходит сотрудница, которую вы видите каждый день на работе, и начинает петь похлеще Сьюзен Бойл, если слышали, да? Ну, там, каким-то оперным голосом, и зал встает, тысяча человек в этот момент встает. Сотрудников компании. Сотрудников компании, и вот. Миш, да, мы сейчас как раз почувствуем мурашки эти, потому что сейчас время послушать новости, а потом продолжим разговор. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы сегодня с вами в студии Финам.ФМ. В рамках программы «Бизнес-класс» обсуждаем профессию эвент-агентства в России. И назвали мы ее, ну, или как минимум, да, прежде всего подумали, что это праздник. Не всегда это праздник. Ну, в таком, вабайском смысле слова. Это такая серьезная работа, серьезный труд. Как, собственно, об этом я все больше и больше узнаю сегодня. В гостях, напомню, Михаил Воронин, генеральный директор агентства «Подъежики», Александр Корнев, руководитель вед-отдела компании «Делос Эвентс». И Валерий Гагичаев, генеральный директор компании «Русфорум Экспо». У нас начались вопросы, но я, если позволите, все-таки к ним вернусь чуть позже. Давайте еще поговорим, очень много интересного. Миша, перебили тебя, продолжай, пожалуйста. Итак, мурашки. Слушай, забавно, да, Миша на агентство «Подъежики», и мы сегодня обсуждаем появление мурашек. Мероприятие – это один из тех инструментов, который позволяет как раз достучаться до сердец сотрудников. Если мы берем, например, бизнес-конференцию, на которую подводят итоги года, ставят цели на будущий год, часто мы просто информируем людей, но не вдохновляем их на достижение этих целей. Вдохновение на достижение бизнес-целей – это и есть достучаться до их сердец. Достучаться можно только через мурашки. Ну, мы для себя вот такой образ нашли. Я понял. Поэтому здесь… Я понял. Ну, я поправлю, на самом деле, слово «праздник», безусловно, оно остается в нашей жизни. Если мы говорим про частные мероприятия, там, конечно, это праздник. Я, так как все-таки представляю корпоративные мероприятия, у нас это, в первую очередь, инструмент. А в частной жизни это, конечно, праздник. Я правильно тебя понял, уважаемые коллеги, тоже подтвердите, если это не так, поспорьте. Правильно я понимаю, что изначально задача какая? Создать у ваших клиентов, у партнеров, наверное, создать вот это ощущение праздника с какой точки зрения. Ведь можно провести мероприятие формально. То есть, даже вот заказчик, да, ну, я представлю, я вот для своих сотрудников делаю мероприятие. Какая моя задача? Они работали весь год, да, надо отметиться. Новый год, тем более, ну, так принято, да, под Новый год устраивать некие застолья. Ну, опять-таки, у меня есть бюджет некий, я так, чтобы уж особо не круто было, ну, и все были довольны. Что мне надо сделать? Мне надо их накормить. Мне надо их повеселить. Мне надо наградить там, ну, если кто-то. То есть, все это можно сделать формально, чтобы действительно люди пришли, отметились, да, сказали, о, нормально, у нас корпоративчик сегодня, и по домам. Либо вот то, о чем говорит Миша, да, то есть я, помимо всего прочего, помимо галочки вот этой, сухой галочки, да, в своем бизнес-плане, я еще делаю нечто, да, что сотрудники говорят, о, все-таки у нас, как это, да, в том анекдоте, мы же команда, у нас есть нечто, что нас объединяет, потому что вот они, вот они пошли мурашки, мурашки. И тогда человек, который придет уже, да, на следующий день или там через неделю после этого мероприятия, у него появляется некая новая мотивация, да, чтобы продолжить работу в этой компании, может, даже на новом уровне. Вот это, ощущается это, да, формализм некий подхода, или, значит, подход, который вот имеет какие-то глубинные такие задачи. Сложность в том, что если ты сотрудника спросишь на выходе, вот, если было мероприятие, которое с мурашками, образно говоря, ты спросишь, что там произошло, он тебе не ответит, он тебе не скажет. Это, как, знаете, фильм, есть с хорошей режиссурой, когда тебя цепляет, там, два артиста тебя держат в одной комнате в течение полутора часов напряжения, и есть супер-блокбастеры, которые ты на пятой минуте выключаешь. Вот режиссуры мероприятия, то, как мы, вот, ну, извините, достукиваемся до сердец людей, вот в этом ключ. Это нормально, нет, он попытался поскромничать немножко, но это нормально. Кстати, вот достучаться до сердец, да, перефразируя некое известное произведение, достучаться до сердец, каковы методы, методы, Саш, вот, чем вы, ну, не просто вкусно накормить, опять я, да, вернусь к тому. Мне кажется, Олег, что, как и театр начинается с вешалки, любое мероприятие должно начинаться с грамотного сценария, с концепции. Если мы поймем заказчика и сделаем концепт, который подходит максимально под его компанию, то мы сделаем мероприятие, которое понравится и сотрудникам, и запомнится им не только на неделю, на месяц, так как мы говорили, они будут о нем помнить в течение всего года и ждать следующего. Я с тобой соглашусь, ну, сценарий, даже если говорить о традиционных вещах, вот, кинематограф Миша вспомнил, да, там, театр ты вспомнил, что такое сценарий? Ну, вот, понятно, есть, там, действующие лица, да, дальше идет сценарий, там, акт первый, выходит этот, говорит это, выходит этот, говорит, но не до такой же степени вы расписываете все мероприятие. До такой. До такой? Да. Ну, например, парочку хотя бы расскажи, как это выглядит. Ну, я парочку, может быть, и не расскажу. Ну, не сценариев, нет, ну, хотя бы, как примерно это выглядит. Я могу сказать лишь, что мы детализируем со времени сбора гостей мероприятия, допустим, это 18.00, до его завершения, допустим, это час ночи, поминутно. То есть, что проходит каждую минуту, мы это прописываем. Интересно, смотрите, прописывать ежеминутно, да, сценарий можно, я так понимаю, имея в наличии, ну, некий экшен. Ну, понятно, да, что 20.01, все сели, 20.02, все сидят, 20.03, все сидят. Это какой, конечно, маразм? Нет, нет, это не маразм, я просто к тому, что действий это нет никакого. А вот если 20.01, все сели, 20.02, вышел этот, сказал то-то, 20.04, вышла эта, сказала то-то. То есть, экшена-то хватает на все эти 6 часов. 20.05, выключился свет, отмечаем конец света, потому что сегодня 21 декабря, ну, к примеру. А, это самое простое мероприятие, кстати, после этого уже ничего не нужно. Выключили свет, конец света, все по домам. Я понял, ну, то есть, удается, тем не менее, да, вот выстроить таким образом сценарий, чтобы все это движение было каким-то образом востребовано. Валерий, ну, понятно, что у тебя несколько иная история, но тем не менее, как это выглядит? Как достучаться до сердец, используя мишен-термин? Ну, я бы сказала, что у нас это идет по формуле креатив, качество, комфорт, команда и контент. Я бы разделила на такие части, 5К, я их называю. Да, вот, я должен считать буковки К, 5К. Креатив — это то, что аудитория таких мероприятий, она, как правило, повторяется. То есть, Питерский форум, потом Сочинский форум, потом Красноярский форум, например. И аудитория, как правило, экспертное сообщество, бизнес-сообщество перетекается на мероприятие в другое. Ну, и тема этих форумов примерно одна и та же, так понимаю. Ну, в принципе, да. И задача наша — удивить этих людей на каждом из этих мероприятий, ну, в тех мероприятиях, в которых мы участвуем. Извините, я тебя перебью. Вот мне кажется, у вас самая сложная задача. Потому что здесь можно удивить, да? Можно взять это и перевернуть на это. Или вместо этого пригласите этого. Здесь тоже можно удивить. А чем можно на форуме-то удивить? Боже мой. Тем более, все, как ты говоришь, эти же приедут и на этот форум, и на этот, и на этот. Да, более того, это аудитория, которая, как правило, еще активно участвует в поездках за границей. Они участвуют в международных мероприятиях. И наша задача состоит в том, чтобы мы изучали не только новинки и тенденции своей отрасли, но и смежных отраслей для того, чтобы мы были тоже в тренде, соответствовали и предоставляли все самое лучшее и что-то новое. Соответственно, нам приходится быть и в курсе политико-экономической ситуации, и в каких-то инфраструктурных моментах, и технологических новинках, цифровое пространство. Потому что мы должны быть на уровне. Ну, это понятно. Это, в конце концов, ваша работа. Мы недавно обсуждали проект, вот с Валерией делился. Есть такой формат, когда люди, у которых есть стартапы, ищут инвесторов. И такой стартап-дэй, когда они приходят и рассказывают про свои проекты. В Финляндии, например, сделали проект, называется «Стартап-сауна». Забавно. Сауна в том смысле, в котором... В абсолютно том. Нормально. То есть в течение трех дней люди сначала печуются, то есть рассказывают про свои проекты. Каждый вечер у них вот полный отрыв, вплоть до того, что у них расставлены джакузи. Мужики, значит, мужики раздеваются догола, бегут, значит, купаются в сауну. Ну, за три дня люди выходят... Двусмысленно, конечно. А у них 16 плюс у нас, да? Не, мне хочется сказать, да, дикие люди какие-то просто. Но выходит, на самом деле, на другой уровень вообще общения друг с другом. Не подумайте ничего ненужного. Мы не думаем ничего ненужного, просто задача-то какая была изначально, вот этого мероприятия. И током этого должно быть, конечно, сделки между стартапами и инвесторами. То есть инвесторы должны вложить деньги в эти стартапы. Но чаще всего это проходит, я был на таких мероприятиях, значит, выходит то-то-то, потому что эти инвесторы с нанотехнологиями не умеют продавать себя. Форма подачи иная просто, да? Форма подачи, форма коммуникации, конечно. Да-да-да, просто выйти действительно на сцену и тупо... Я, кстати, был на одном мероприятии, недавно господин Брэнсон приезжал, а вот до его выступления, фееричного, в кавычках, вот. Было вот масса таких вот историй, причем это не только наши, а отечественные истории. Это приезжали ребята из Англии, из Италии, из Германии, из Америки. И вот они пытались продавать. Но, правда, продавать не совсем инвесторам, потому что там аудитория была примерно однородной. Но, тем не менее, вот так это выглядит, действительно. Человек вышел на сцену и начал бубнить. Хорошо, если он по-русски бубнит, я хотя бы его понимаю. А он бубнит, если не по-русски, то рядом сидит переводчик и перебубновывает его. Перебубновывает, как по-русски правильно. И совсем невозможно уже воспринимать, естественно, то, что он хочет донести. Это очень скучно. Я не уверен, конечно, что вот эта более фееричная форма, когда мы с инвесторами в джакузи, в неглиже. Рабочий формат. Да, да. Но уверен, что это... Абсолютно. В джакузи, но обязательно в галсту. Нет, я уверен, что это сближает, безусловно. Давайте вопросов несколько я вам прочту. Так, так, так. Часто ли крупные структуры обращаются к вашим компаниям? Все давно знают, что такое корпоратив, в кавычках. Часто ли крупные структуры? Ну, я не знаю, о каких структурах идет речь, но о крупных. Крупные структуры. Достаточно часто. Достаточно часто. Причем, несмотря на то, что в основном во всех крупных структурах есть свои отделы, которые занимаются организацией мероприятий. Вот, кстати, кстати, ведь это так, Миша, согласись, да, это так. Крупные корпорации, ну, не будем опять называть их, мы знаем их, как минимум десяток, все они торгуются на фоновом рынке отечественном. Там обязательно есть, да, отдел какой-то, да, пиар, пиар, там, как он называется. В основном пиар-отдел, отдел маркетинга. Во, и они сами, насколько я помню, понимаю, они сами рулят, они могут заказать площадку, они могут вызвать артистов, они могут там сценарий тот же самый. Пару-тройку таких мероприятий сделают. И их не волят. И их не волят. И отдел закроют, просто возьмут сотрудничество, например, нашу. Да, да, да. То есть есть, да, прецеденты такие? Конечно. Так оно и бывает обычно. Есть какой-то промежуточный вариант, как раз сейчас занимаемся таким проектом, там история такая, там этот пиар-отдел, он начал самостоятельно готовить мероприятие. Но не потянул. Нет, нет, они прекрасно понимают, что у них будет, что они хотят, они сравнивали задачи, цели, и потом уже позвонили нам, и мы с ними сотрудничаем, мы их реализовываем совместно с ними в партнерстве. Саш, я буду сейчас шепотом говорить, потому что это такая вещь, может быть, не совсем эфирная. После сауны. Ты все о своем. Ну, смотри, вот если вот такая цепочка выстраивает взаимодействие, есть некий пиар-отдел, он, заметь, сначала он распоряжается бюджетом, который его компания выделяет, правильно? Совершенно верно. Вот, потом, значит, они что-то там помозговали, помозговали. Я подозреваю вопрос. Подозреваешь? Валер, ты подозреваешь мой вопрос, да? Миша, ты тоже подозреваешь наверняка мой вопрос, чтобы я его не озвучивал в эфире. Так каков ответ? Нет, ответ таков, что это имеет место быть. Я понял, Валерия. Это да? Нет, в моих ситуациях такого не бывает. Не бывает. В смысле, вообще такого не бывает? Или просто вы не... Вообще не бывает, потому что у нас мы имеем дело с государственными контрактами. Ой, мама родная, государственный контракт, это святое. Валерия, позавчера сделали мероприятие Рособоронсервис, я вас умоляю. Да, 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 там такого не было, конечно. Абсолютно. Такого не было. Миша, у вас как обстоит это? Ну, это нормальный бизнес-процесс, да, некий? Нет, это на рынке есть. Мы с этим не работаем. Ну, то есть, вот вам предлагают такие условия сотрудничества, говорят, ребята, вот мы вам отдаем в руки вот так, но вот это наше. И ты скажешь, нет, никогда, да? Мы работаем, мы просто не работаем с государством, мы практически не работаем с российскими компаниями, мы работаем с международными крупными корпорациями. Нам, видимо, так повезло, нам даже никто не предлагает. Ну, насчет «повезло» в кавычках, Саш, наверное, да? Конечно. Неизвестно, кому будет. Ну, я понял, тем не менее, вот мы сейчас... Они же бедные люди, это, ну, они теряют компетенцию. Они кто? Кто? О ком сейчас ввечем? Те, кто дают, те, кто берут. А, понятно. Ну, бедные, да, я с тобой согласен, в том плане, что они не понимают, да? Бедные, может быть, не финансово. Безусловно. Опять-таки, в краткосрочной перспективе, по моим оценкам. Я, вот, кстати, опять, да, ну, сейчас уже не успеем, мы поговорим о специфике, да, о ментальности некого российского заказчика, российского исполнителя, российской действительности. Вот, кстати, один из примеров, да, что там такого нет по определению, потому что там мозги иначе устроены. Слушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Продолжаем наш сегодняшний эфир. Уважаемые слушатели бизнес-класс на Финам.ФМ, меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня говорим об эвентгенциях. В гостях Михаил Воронин, генеральный директор агентства Подъежики, Александр Корнев, руководитель венд-котдела компании The Loss Events, и Валерия Гагичаева, генеральный директор компании Росфорум Экспо. Ну, и давайте продолжим. Тема очень интересная, причем, заметьте, ну, даже, я думаю, это и для вас, в первую очередь, очевидно, что, как правило, любой бизнес имеет некую российскую модель, российскую специфику. Эта специфика, прежде всего, базируется на вот этой пресловутой ментальности, да, на то, что мы многие вещи оцениваем несколько иначе, чем наши коллеги из-за рубежа. Вот, кстати, Мишка раз рассказал о том, что подобные схемы не рассматриваются его иностранными заказчиками, потому что у них иная ментальность. Ну, бедные они после этого или богатые, мы об этом говорить не будем. Там те же русские люди работают. Ну, милый мой, если эти русские пойдут на подобный шаг, наверное, они там уже работать не будут, да, через какое-то время. А здесь это все, а здесь это все естественно, да, это все. Вопрос от нашего слушателя, есть ли иностранные компании на нашем рынке, ну, ваши коллеги, я имею в виду, да, есть ли иностранные компании, вот, или, предполагает наш слушатель, как обычно, специфика нашего, вот, кстати, специфика нашего менталитета закрывает для них рынок, то есть они приходят сюда устроить праздник, потом понимают, что муражек выдать не могут, потому что не понимают эту метущуюся отечественную российскую душу, и до свидос, Миш. Есть на ней иностранцы? Если еще к предыдущему вопросу, по поводу вообще корпоративных мероприятий и какие они бывают, три вида мы видим. Пиар-отдел, это, в общем, пиар-мероприятия, все, что связано со СМИ, этим мы лично не занимаемся. Дальше есть маркетинговые мероприятия, это все, что связано с клиентами, это клиентские мероприятия, какие-то большие форумы, концерты, там, и так далее. Есть мероприятия для сотрудников, HR-мероприятия мы их называем, это как раз Новые Года, летние тимбилдинги и так далее. Вот мы больше занимаемся HR, вот в HR-эвенте иностранных компаний, мне кажется, нет. В маркетинговых есть, но не узкоспециализированные на ивентах, а это какие-то рекламные большие группы, типа, там, BBDO, Огилви. Ну, в общем, какие-то группы, которые имеют в себе практику и ивент-менеджмента в том числе. — Опять, здесь логика, да, они почему не смогут, ну, наверное, не могут сделать качественное мероприятие для сотрудников? Именно по этой причине, да, потому что сотрудники эти россияне, и непонятно, для них, по крайней мере, непонятно, что этим россиянам нужно. — Ну, нет, не думаю. — Не совсем так, нет. — Они не делают, потому что они все-таки на маркетинговых проектах больше сконцентрированы, и HR-эвент, вот все, что связано с сотрудниками, это пока такая вот, ну, там вот другой совершенно рынок, и другие компании работают. — Ну, там, оперируют. Не уверен, что это другая ментальность, просто пока не захотели сюда прийти, я думаю. — Пока не захотели, но... — Не увидели здесь пока перспектив, но на самом деле, мне кажется, начинают уже... — Посматривать. — Хотеть. — Начинают захачивать. — Захачивать. — Захачивать начинают. Мы, кстати, о перспективах поговорим чуть позже. Вот есть еще один вопрос, я его прочту. — В Америке есть целые игры. Ну, мы сейчас говорим опять, да, о неком ивент-мероприятии. Например, эвакуации, нестандартные ситуации, розыгрыши. Часто слышно, по крайней мере, об этом в интернете. А в России есть такое. — Видел один раз рекламу, пишет Иван, но это было три строки текста, и доверие не вызвало. Что за рекламу он видел, я не могу представить. Но, тем не менее, вот, Саш, об этом давай поговорим. Есть подобные мероприятия? — Да, это присутствует. Не сказать, что прям в таком количестве достаточно значительном, но это есть. Имеет место быть. — А что это такое? Как это в двух словах? — В основном, если речь идет о мероприятиях, о событиях, это какие-то розыгрыши, которые устраивают организаторы до начала самого банкета, до начала банкетного торжества. То есть, например, если гости из офиса едут на автобусе, например, на какую-то площадку, в ресторан, на банкет, с ними может что-то случиться, автобус ломается, остановят полицейские наши доблестные, начнут проверять документы, документов не окажется и так далее и тому подобное. — Посадят в кутузку их, да? — А потом уже придет Валдис Пельш подальше, бакет, скажет, что это был розыгрыш. — Браво, браво, браво. Кстати, вот эта вот упомянутая телепрограмма, это тоже, да, некий аналог американского, да? — Мне кажется, сейчас какую программу не возьми. — Не возьми, да, все по лицензии, слава богу, да, но покупается там. Валерия, очень хочется слышать твой голос нежный. — Да. — Ну ты, я так понимаю, не сможешь... — Про эвакуацию ничего не могу сказать. — Разве что свои машины здесь... — Нет, смотри, смотри, а мы тебе... — У нас, как правило, бывают другие проблемы, когда... мы даже это назвали «человекопоток». — Так. — Когда, например, зал пленарных заседаний на 700 человек необходимо заполнить, потому что мы не можем для картинки сделать так, чтобы у нас, например, было полпустой, да, и, соответственно, мы придумали отдельное направление, на котором у нас стоит отдельный человек и по рации загоняет людей определенных категорий. — Ну он прям их с улицы берет, что ли? — Нет, мы заранее готовим резерв. — Да вы что? Ну вот они, вот они секреты. Я сначала подумал, что этот один человек, он и отдувается за все... — Хочется спросить, Валерия, с Госдумой не сотрудничаете? — Нет. — В последнее время там как-то достаточно насыщенно. — Да-да-да, у них устовато у них бывает, им нужен тоже, наверное, подобная услуга. Но, тем не менее, креатив вот приедет из нас, смотри, вот можно было бы, да, придумать, что обычный форум, деловой форум, все такие серьезные, солидные. — Да, это, можно сказать, наш ноу-хау. — Да-да-да, заполнили этот зал на 700 мест, и вдруг началась, начинается, что там, наводнение начинается, да, полилась вода, и так весело, я думаю, будет. Ну да ладно. Ну, в любом случае, да, это может быть не так популярно еще в России, да, но, тем не менее, это случается. — Хрень не еще, а уже, то есть потихонечку назвать. — А, даже так? — Ну, не зря вот Миша начал разговор о том, что он занимался же изначально только розыгрышами, а потом уже перестроил, наверное, свою команду под работу с корпоративными клиентами. — И то есть получилось именно так, да, что розыгрыши в какой-то момент уже стали невостребованы, да, на них особенно не заработаешь, и ты посмотрел в другую сторону. — Ну, и это, и, в общем, какой-то эмоциональный отклик от розыгрыша, он очень сомнительный. — Нет, я тебя слушаю сегодня весь эфир, и за эфиром немножко. Мне кажется, ты человек очень ранимый, ранимый. Не случайно еще, говорю, название у тебя такое, компании под ежики о мурашках, мы сегодня говорим. Вот, может быть, здесь есть некий субъективизм в твоем отношении, что народ-то готов в розыгрышах участвовать, да, а ты смотришь, и как-то тебе вот не в кайф. Ты говоришь, это все-таки дело низковатое, да, для моих клиентов это не... Давайте лучше Моцарта слушать. — Есть несколько мероприятий, за которые мне стыдно. Слава Богу, последние восемь лет я их не делаю. Но когда начинал, мы сделали розыгрыш, после чего я закончил, в общем, карьеру с розыгрышами, когда жених и невеста меняются кольцами, и тут вбегает невеста, о, любовница жениха. — Ну, якобы. — Якобы, да, это заказал друг жениха. Вот я был на этом мероприятии. Всю ту гамму эмоций, которые я испытал тогда, живого мне до сих пор. — Ну, милый мой, ну, Миша, Миша, ну, это ты испытал. А главное, понимать, что испытал жених и жених. Я даже Толику испытал тех эмоций, которые испытали люди, которые были... — Ну, во-первых, они до книги записей-то дошли все-таки. — Да. — Да, да, все получилось. — Да, и главное, я дошел до сегодняшних дней, и это уже, в общем, меня радует, потому что я бы понял людей, если бы они бы обиделись на меня. — Ну да ладно. Я понимаю. Времени, к сожалению, мало. Надо вас еще раз приглашать, как минимум, раза два, да, Валерий? Хочется только у вас спросить, а времени у нас нет. Но вопрос традиционный, тем не менее. Мы говорим о неких перспективах развития и тенденциях, ну, с точки зрения глобального, да, эвент некого бизнеса. И, естественно, опять, если говорить о специфике или, может быть, там, о неком другом векторе, как это происходит в России. Вот давайте об этом, Саш. Давай с тебя начнем. О перспективах. — О перспективах, ну, достаточно, наверное, тяжело говорить о перспективах, так как рынок ивент-услуг в России только начинает восстанавливаться после кризиса восьмого года. — То есть вот только сейчас, в двенадцатом году, да, мы говорим, что он более-менее... — Ну, только это, можно сказать, с конца одиннадцатого, начало двенадцатого начинает восстанавливаться. Вот. Очень много компаний закрылось во времена кризиса. Поэтому сейчас каких-то тенденций говорить, наверное, рановато. Сейчас рынок должен сначала стабилизироваться, наверное, за вот конец этого и уже за следующий год. А потом уже будут какие-то новые тенденции. — Кстати, вот замечательный вопрос. Мы вспомнили восьмой год. Очевидно, да, что, наверное, после кризиса, ну, опять, если говорить исключительно о развлекательных каких-то мероприятиях, увеселительных, да, наверное, очень многие потеряли, а, желание и, б, возможности развлекаться. — Ну, если я директор, я вижу бюджет своей компании за год, что первое я могу сократить, конечно же. — Конечно, да. — И вот тут он допускает свою первую ошибку. — Ошибку, потому что Миша сказал, у тебя не будет развития в следующем году. — Не будет мурашек. — Если не будет, да, мурашек в этом, это нормально. Но, тем не менее, мы говорили о том, что мы живем уже в посткризисный период, хотя и нынешняя экономическая ситуация далека от идеальной. Чувствуете ли вы сейчас на себе, на собственном бизнесе, что все-таки не так еще хорошо? Не так еще, Саша. — Я бы не сказал. — Не сказал, да? — У нас хорошо все. Приходите к нам. — Нет, обязательно к вам придем, Миша. Если, опять, если говорить о России, о россияне, если все-таки у него, у россиянина, среднестатистическую, ну и, соответственно, у компании российской, есть ли у него некий такой, сейчас я попытаюсь сформулировать, ну, не шапка закидательный, конечно, да, эффект, но все-таки он любит, любит все, любит погулять, любит отпраздновать, даже несмотря на то, что, вот если, да, говорить о том, о чем упоминал Саша, если рациональный подход все-таки заставляет его несколько затянуть поясок, он говорит, ну, ладно, Новый год — это святое, или там что-то еще, я не знаю, какой-то праздник. Это святое, все равно, несмотря ни на что, мы пойдем на это. У нас есть такое понятие «кост», «расход». Везде идет кост-оптимизация, кост-эффективность, так как мы работаем, опять-таки, с крупным бизнесом, у них сейчас на это основной акцент, поэтому, в общем, они очень, ну, на мой взгляд, оптимально расходуют. То есть они разборчивые, да, не будут они вот так вот, да, широко, широко, широкой руке. Золотые канделябры не будут. Да, вряд ли. Как, Валерий, у вас состоит это дело? Все считают деньги. Все-таки ты работаешь непосредственно с россиянами, понятно, что они в основном государственные. Если говорить о специфике, например, бизнеса в нашей категории, то я бы сказала, что он развивается стихийно, именно деловой конгресс на высочные мероприятия, потому что, например, во всем мировом сообществе это выделено уже давно в отдельный мировой такой сектор, сектор делового туризма, и в каждой стране уже есть, так скажем, они признают индустрию конгрессов как инструмент национальной экономики, то есть мероприятие, которое стимулирует инфраструктурное развитие, социально-экономическое развитие, создание новых рабочих мест и так далее. То есть это не совсем уже ивент-бизнес, да? Да, то есть это просто инструменты экономики, определенные направления. И в нашей стране это пока еще развито очень локально, то есть каждый регион просто мероприятием решает свои задачи. А если посмотреть на это с точки зрения всей страны, то, например, вот как в странах, опять же, создаются конгрессные бюро, например. Валерий, прости, пожалуйста, время, к сожалению, заканчивается, вот уже вы слышите эти волшебные звуки. Я вас благодарю за внимание. Огромное спасибо слушателям, кто принял участие в нашем сегодняшнем разговоре. Успехов в бизнесе, до свидания. Продолжение следует...